Наталья Кострова живет на инсулине уже 40 лет. У нее особый тип сахарного диабета. Женщина страдает от резких перепадов уровня глюкозы в крови. Поэтому инъекции делает 7 раз в сутки. По крайней мере, так было до декабря. С начала месяца череповчанка практически выживает на быстродействующем инсулине, потому что препарата, который дает длительный эффект, она получить не может. С 2-го числа, с декабря, мне выписали инсулин, но в аптеке не дали, так как продленного нет. Нет, поставили на очередь. Сейчас я только на простом, делаю днем подколку. На ночь я не могу делать, так как я могу в гиппу упасть, и я не приду в себя. Головные боли очень сильные, голова очень сильно болит. Думаю, что глаза вывалятся очень, режет. Прояснить ситуацию мы решили в аптеке. Именно здесь в очереди на инсулин стоит Наталья Кострова. Оказывается, страдает от нехватки препарата не только она. Бесплатного нет, вот на очередь поставили. А когда звоните, говорят, вот, и все, и весь сказ. Теперь праздники, так это долго. А если лечиться, мне каждый день надо принимать сахарды. Без этого нельзя. Сами фармацевты говорят, что располагают всеми видами необходимых инсулинов. Платных. Один шприц с препаратом стоит 400 рублей. Все бесплатные заказы череповчане разобрали еще в ноябре. Поэтому сейчас в аптеках ждут дополнительных поставок, которые выписывают только по рецептам и только в поликлиниках, к которым прикреплены больные диабетом. По словам фармацевтов, дозы рассчитаны так, чтобы хватило всем нуждающимся. Ситуация спокойная. Инсулины есть все в наличии. На сегодняшний день бесплатный отдел аптеки 147-й имеет инсулины и ультракороткого, и короткого, и длинного действия. Перебои бывают в зависимости от поступления с уполномоченного склада, государственного предприятия, ГПТП, фармация. Но на сегодняшний день мы ожидаем приход инсулина «Левимир» поступления. На платном отделе инсулины все в ассортименте есть. В Череповце число больных с сахарным диабетом превышает тысячу человек. Все они получают бесплатные лекарства по областной и федеральной программе поддержки. И из года в год декабрь становится самым напряженным месяцем как для больных, так и для поставщиков лекарств. 2015-й не стал исключением. Цена на лекарства вместе с долларом и евро становится выше, количество больных с диабетом тоже растет. А вот финансовая поддержка нет. Отсюда и проблемы с поставками. Сейчас государство выделяет 707 рублей в месяц на покупку лекарств каждому льготнику. В 2016 году эта сумма вырастет всего на 30 рублей. Рост норматива финансового обеспечения по федеральной программе, которая у нас осуществляется, конечно, он не покрывает всех расходов и не компенсирует всех финансовых потерь, которые связаны с инфляцией, которые связаны с ростом цен на данные лекарственные препараты, те или иные. Примечательно, что пока съемочная группа находилась в аптеке, бесплатный инсулин выдали всем нуждающимся. А это значит, что препарат действительно есть. И, возможно, Наталья Кострова, наконец, получит необходимые для жизни лекарства. Анастасия Хаткова, Егор Плюснин. Новости.